Здравствуйте дорогие друзья! Давненько не было меня на канале и наконец-то я вернулась с новостями. Сегодня я хотела вам рассказать, как дела в моей вязальной жизни, что сейчас я вяжу, показать некоторые свои готовые работы и немножечко рассказать о планах на будущее. Если вам интересно, оставайтесь со мной, поехали! И в первую очередь я вам расскажу о своих готовых работах. Это мой джемпер из пуха норки. О нем я уже снимала видео, как история одной вещи. Наверняка его видели. Но сейчас я все равно его покажу, потому что это моя одна из последних готовых работ. Вязала я его из пряжи пух норки. Это мое первое изделие из пуха норки. Здесь у меня техника вязания реглан сверху. Самый обычный реглан сверху и воротник я вывязывала одновременно. То есть сначала вывязала воротник, а потом уже начала вязать сам джемпер. То есть обычная лицевая гладь, никаких особенных деталей здесь нет. Я думаю, пряжа очень нарядная, поэтому она украшает этот джемпер только своим видом. Очень подробно я оставлю ссылку на видео, где я рассказала, что за пряжа, сколько у меня на нее ушло, какой размер и в общем-то очень подробно о нем рассказывала. Сейчас я вам просто покажу, что у меня есть такая готовая работа и что он у меня готов. Единственный минус в этом джемпере для меня то, что он очень сильно, ну, пух летит. И меня это очень сильно раздражает. Если я надеваю его под темную куртку, там подклад, весь подклад абсолютно в пуху. Вот этот момент мне очень не нравится. Поэтому я пока не берусь снова вязать из этой пряжи. Но, возможно, к весне я созрею. Так-то она очень красивая, эта пряжа, и изделия из нее очень красивые получаются. Еще эта пряжа вообще не держит резинку, поэтому здесь, видите, ворот чуть-чуть растянулся. Надо было взять здесь спицы на два размера меньше. А я вязала теми же спицами, вот еще как бы этот момент не учла. А в остальном все хорошо, в общем-то, все прекрасно. Следующее мое изделие это джемпер для моего младшего сына. Связан он на мальчика 6 лет. Ну, тогда еще ему было 6, когда его связал этот джемперок. И он связан с бобинной пряжей. Состав я вам не скажу уже. Там есть в составе шерсть, альпака. Ну, такая довольно мягкая пряжа. Вязала спицами номер 4. Это изделие у меня полностью сшивное. Здесь есть плечевые швы, боковые швы. Единственное, только рукав был вырезан из проймы, связан по кругу без швов. Я взяла узор из книги Норы Гоан Араны. Обязательно сделаю вставку, покажу в каком месте этот узор. Вяжется очень легко. Горловину я вязала потом, после того, как связала отдельно перед, отдельно спинку. И уже вывязала рукава. А горловину я набирала по вырезу и вязала высоту где-то, наверное, сантиметров 6. А потом при кетлевую. То есть я с изнаночной стороны поднимала, выворачивала как бы на лицевую сторону. И вот здесь у меня кетлевка. Вот такая кетлевка. Очень редко делаю кетлевку, но красиво она, конечно, смотрится. Вот расход где-то около 250 граммов или около 300, точнее не подскажу. Но мне так понравился этот узор, и моему среднему сыну так понравился этот узор, что я решила и среднему сыну связать этим узором джемпер. Рукава у меня здесь закрытой иглой, резинка 2х2 везде. А так как я вязала снизу, здесь у меня обычный наборный край. Вот и все. Джемперок смотрится очень хорошо на сцене. И очень, в общем, такой приятный получился и мягкий. И еще одна моя готовая работа. Это вот такая салфетка сервировочная из полиэфирного шнура. Крючок номер 5 я использовала довольно толстый, потому что пряжа толстая. Сначала я вязала из этой пряжи корзинку, я как-то показывала ее, но сейчас я ее подарила, не могу показать. И мне казалось, что салфетка из этой пряжи получится очень толстая и неудобная. Но потом я все-таки сделала попытку номер 2 и еще раз попробовала связать. И получилось у меня очень здорово. Она такая плотная салфетка и очень здорово лежит на столе. Красивый цвет, держит форму, в общем, прекрасная. Пряжа от фирмы Artland. Называется Candy полиэфирный шнур 3 мм. И вот такого мотка у меня ушло на целую салфетку. И плюс еще вот я начала еще такую салфеточку вязать. Вот эти две салфетки связаны из одного мотка. Ну, в общем, как бы расход хороший, мне понравился. Я вот вяжу уже следующую салфетку. И планирую связать штук 5 на всю нашу семью по салфетке каждому. Ну, вот и все мои готовые работы. Я связала только это. А сейчас вам покажу, что я вяжу на данный момент. Два процесса у меня в работе. И первый процесс это джемпер. Вот из такого же узора, как и на детском джемпере из книги Норы Гоан. Я вяжу этот джемпер немножко по-другому. Второй как бы джемпер. Тот у меня был связан по частям. А этот я решила связать, потому что у меня сын попросил, чтобы и перед, и спинка была вот этим узором. А рукава он хочет лицевой гладью. Говорит, пусть такая как жилетка будет. Я решила связать снизу вверх по кругу, до пройм. Потом я разделю вязание и отдельно завершу. То есть будут плечевые швы. И с пройм я уже буду вывязывать рукава. Вот, связалась у меня столько. Я вяжу на размер где-то на рост 146 примерно. И пряжу я здесь использую, семеновскую Лидия Кватра. Она такая тоненькая. Я вяжу в две нити. Вот, не нашла новый моток. Где-то надо искать. Вот сейчас закончится. Побегу тоже искать, чтобы продолжить вязание. Вяжу спицами номер 4. Это мой любимый размер. Кто меня давно смотрит, прекрасно знает, что я в основном четверкой вяжу. Ну, классно, но пряжи съедается очень много. Вот на вот это все я еще не довязала до пройм сантиметров 6. У меня ушло уже практически два мотка. Ну, вот то, что осталось, это вот два мотка уже будет уже 200 граммов. Узор очень объемный. И пряжи уходит на него много, конечно. Вот. Наборный край я делала обычный. Резинка 2х2 здесь набрана меньше петель, чем... Потом я добирала на узор, иначе у меня резинка была бы как рюшка. Вот. Очень узор, конечно, и сжимает полотно здорово, оно сжимает. И пряжи очень много ест. Но получается, конечно, очень красиво. Так что сынок ждет. Третий сын тоже заказал джемпер. Я тоже, ну, тоже он выбрал Араны. Подобрала из книги 250 японских узоров, или 260. В одной из этих книг есть этот узор. Вот. Он тоже ждет. Я стараюсь, конечно, но у меня быстро не получается сейчас вязать. Но я очень стараюсь. Надеюсь, скоро этот джемпер довяжу. Еще вам покажу и начну джемпер для старшего сына. И еще один у меня процесс, он висит еще с лета. Это кардиган для меня. Вот этот кардиганчик укороченный из пряжи Comtex хлопок-травка. У меня был кардиган другой немножко, ну, подобный по длине, правда, из этой пряжи. Но он очень сильно растянулся, поэтому я все распустила. Но так как мне вообще идея кардигана из этой пряжи очень нравилась, я решила вязать просто укороченный. Покороче немножко и поуже. И рукава сделать немножко поуже. В итоге я вяжу его снизу вверх, единым полотном. Здесь разделила отдельно полочки, довязывала, поэтому есть плечевой шов. Сейчас я его примерю. Вот он, видите, совершенно по фигуре, укороченный. Здесь V-образный вырез. Планка связана вместе с полочками. Но вот тут вот планку я еще довязала, и надо будет ее там зашить на спинке. Но немножко, что-то не так рассчитала. Надо будет все перевязать. Рукав будет тоже совсем не широкий, узенький. Ну, я рассчитываю этот кардиган носить летом, на майки, на футболки. Поэтому он мне широкий, в общем-то, и не нужен. Вот такой легкий будет приятный кардиганчик. На этом, дорогие друзья, все. Все, что я вяжу, все, что связала, я вам показала. Надеюсь, видео вам было интересно. И напоследок немножко расскажу о своих планах. Очень многие у меня просили такой небольшой мастер-класс, алиэкспресс, или объяснялку, как я вязала джемпер из пухонорки. Сколько я петель набирала на него, и полностью расчета. Я решила снять такое небольшое видео, объяснялку, как небольшую инструкцию, как вязать этот джемпер. Поэтому следующее видео будет, видимо, как экспресс-мастер-класс по джемперу-регламу из пухонорки. Если вы не подписаны на мой канал, обязательно подпишитесь и поставьте оповещение о моих новых видео. Следующее будет видео про то, как связать такой джемпер. Поставьте лайк этому видео, если вам было интересно. А с вами встретимся в следующий раз. С вами была Алена. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok